Ассортимент лекарственных препаратов в аптеках Ненецкого округа должен быть расширен. Такое поручение глава региона дал руководителю профильного ведомства в ходе расширенной планерки. Как отметил Юрий Бездудный, вопросы, которые поступают от жителей региона, по жизненно важным темам должны отрабатываться оперативно. О том, какие еще поручения были даны в ходе заседания, расскажет Мария Даник. Традиционная планерка при главе региона – возможность обозначить самые острые вопросы. Один из тех, что не снимается с повестки дня уже не одну неделю – завершение строительства школы на улице авиаторов. В частности, речь идет о парковке, которая не была предусмотрена проектом. Когда мы откроем школу, станет вопрос, где будут парковаться родители. Там на сегодняшний момент возможности парковаться нет. Поэтому мы должны предусмотреть и к первому сентября все сделать, парковку сделать нормально. Устранение недоработок в школе идет в плановом режиме. Завезены стройматериалы, отремонтирована крыша, ведутся внутренние покрасочные работы. Кроме того, как сообщила Наталья Сидорова, завершен ремонт спортзала в Красном. Там поменяли покрытие, сейчас новое соберненное покрытие, поэтому здесь водяльчик все встроен до 30-го июля у нас устроен. Завершены работы по формированию земельного участка под строительство нового дома культуры в Усть-Каре. Ранее с проблемой нехватки площадей в Старом ДК главе региона обратились жители поселка. Юрий Бездудный поручил профильным окружным ведомствам подобрать с учетом мнения жителей типовой проект нового дома культуры на 150 мест. Земельный участок уже сформирован другой, новый и с большей площадью. С главным муниципалитетом и с департаментом образования подлинным согласительные процедуры все уже прошли, никто не против. Поэтому, как только мы получаем в настоящее время строительный план муниципалитета, мы этот участок уже выставляем торги и работа тут уже завершена. В Ненецкой окружной больнице начата работа по переводу части коек, которые были ранее перепрофилированы для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в штатный режим. И вот то, что мы сейчас начали перепрофилировать, часть коек, это подводит в следующий объем оказания стационарной медицинской помощи, в том числе для плановой госпитализации пациентов, которые уже у нас в тот период, когда было приостановлено, есть необходимость уже решения этих вопросов. Продолжая тему здравоохранения, глава региона Юрий Бездудный дал поручение руководителю профильного ведомства о необходимости расширения перечни лекарственных средств в поселениях региона. Лекарства первой необходимости есть, но как только мы выходим за границы первой необходимости лекарств, ничего нет. И этот запрос от депутатов и от глав, он постоянный. Поэтому расширьте, пожалуйста, ассортимент, свяжитесь с каждым поселением, в аптеках должен быть полный набор лекарств. Еще одно поручение глава региона дал исполняющему обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ и транспорта Павлу Масюкову. Оно касается увеличения рейсов до населенных пунктов. Просьба откликаться на эти запросы. Если набирается необходимое количество пассажиров, мы просто обязаны ставить рейс. И если есть необходимость не раз в неделю, а два раза в неделю набираются пассажиры, значит мы должны этот рейс ставить. Также на планёрге было объявлено о том, что на этой неделе в регионе планируется установить начало пожароопасного периода. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал Север.